Сейчас мир забавляется интернетом, как игрушкой. А ведь это самое мощное оружие, изобретённое человечеством. Сегодня 90% населения покупает себе айпады, чтобы выходить в сеть. Чтобы выкладывать в фейсбук фото с вечеринок, или постить в инстаграме селфи или фоточки друзей. А ещё 10% верят, что того, чего нет в гугле, не существует. Вся наша жизнь сократилась до нескольких кликов. А кибербезопасность – величайшее заблуждение современности. Поверь мне на слово. В один прекрасный день – это уничтожит нас всех. Революция произойдёт в управлении информацией. Ты в курсе, что только по твоему профилю в соцсети. Я могу понять, с кем и куда ты ходишь. Я узнаю, что ты думаешь, где бываешь. Я буду знать о тебе всё, а ты обо мне ничего. Я буду скрыт за стеной анонимности. Так я получу над тобой власть. И пропасть, возникшая между нами, будет огромной. Я смогу тобой манипулировать. Я смогу тебе угрожать. Смогу изменить твоё поведение. Смогу предсказывать все твои поступки. Что бы ты ни делала, я буду на шаг впереди. А ты даже не узнаешь, кто я такой. Твой телефон сливает в сеть всю личную информацию. А ты даже не знаешь об этом. Каждый должен понимать, в какое время все с вами сейчас живём. Личные данные всё чаще и чаще сливают в сеть. Уже есть Викиликс, Футболикс и даже Ватиканликс. Взломали таких гигантов типа Сони, и все сразу узнали прозвище Джоли и Брэда Пита. Все под угрозой. А ведь это всего лишь утечки. Представьте, что будет, если из-за этого начнётся война. Анонимус никого не щадит. Анонимус выводит политическую борьбу. На принципиально новый уровень. И это правильно. Потому их и боятся. Мы должны быть готовы абсолютно ко всему. Если не можешь победить, объединяй. Речь идёт о том, чтобы изменить будущее. Не только предвидеть и знать, но и менять то, что должно будет произойти. Всем известно, что любое действие влечёт последствия. Все дети ничего не делают, тоже не выходят. В данном случае это единственный выход. Забудь о правительстве и подумай, в каком направлении мы движемся. Что будет, когда искусственный интеллект сможет осознать сам себя? Развиваться, учиться и размножаться через различные устройства? Когда это случится? Может, через год? Через месяц? Через день? Думаю, все присутствующие знают о возможностях искусственного интеллекта. А если объяснить этим восстание машины? Я думаю, когда искусственный интеллект себя осознает, он сможет помочь нам в решении тех проблем, которые мы на сегодняшний день решить просто не в состоянии. Неужели ты этого не понимаешь? Знаю, что скоро точно появятся квантовые компьютеры. И тогда, запомни мои слова, производительность всех устройств увеличится на порядок. Слышишь? На порядок. И тогда у нас будет оружие! Недлина падения! Нет, нет! Катля самозащиты! Лучший способ защиты — это опередить противника. Предвидеть все его действия на шаг вперед. И мы в состоянии это сделать. Поверь, компьютеры нас превосходят и развиваются быстрее, чем мы думаем. Нравится нам это или нет, но кто-то уже знает, что произойдет. Возможно, эти некто заранее знали, что наш разговор состоится. Теперь мы должны тщательно обдумывать. Буквально каждый свой шаг. И несомненно, у нас с вами нет другого выхода. Мы должны реагировать на происходящее. Нам нельзя просто сидеть и ждать. Что именно ты видел? Там были видео с людьми, которым живили телефон во внутреннее ухо. Это были эксперименты над добровольцами, которых пальцы вшили магниты. И теперь они чувствуют магнитные волны. Видеозаписи людей с экзоскелетами, способных поднять огромный вес. Людей, подвергнувшихся к рио-заморозке, чтобы проснуться в будущем. Нанороботов, воссоздающих ткани организма. Я видел человеческий мозг, который был подключен к серверу. Говорю вам, это уже происходит. Наши последние технологии, это лишь малая часть того, что сейчас разрабатывают. Мы этого не осознаем, но ни в одном обществе до нас никогда не было ничего подобного. Потому и надо реагировать. Смотри. Что там? Не знаю, не знаю, но мы это выясним. В серверном с вами уже ничего. Дай в девятке. И сколько это будет? Семь? Длин. Давай. Вы только подумайте о том, как видеокамеры изменились за последние 20 лет. Все подключаются к интернету. Если искусственный интеллект смог иметь завладеть всеми, и суть нестил, он может смотреть на нас через камеры. В прошлом. Настоящем. И... И будущее. Трудно представить нечто более вездесущее. Речь идет о четырех уровнях наблюдения. Но в цифровой вселенной, посмотрите. Уровень первый, сбор информации. Цифровые копии всех моих действий и синхронизация. Начиная от билетов до диплома об образовании. Уровень второй, слежение. Через фейсбук или твиттер он видит, где я и что делаю. Как в интернете, так и в реальности. Уровень третий, узнавание. Он знает, что я ищу в кукле. Знает, что я люблю покойки, которые сохранены в компьютере. Он предлагает мне разные товары, стоит только о них подумать. И, наконец... Он тебя заменяет. Верно. На четвертом уровне он меня заменяет. Он знает обо мне все. И действует от моего имени, основываясь на всех данных о моем поведении. Значит, посредник перехватил. Управление. Надо найти источник. Надо узнать больше. Это чат. Открой чат, быстро. Давай. Проси его, где остальные. Где? Сейчас. Остальные. Не знаю, он нас стирает. Время на исходе. Это все искусственный интеллект. Он активен уже много месяцев. Наблюдает. Его хотели отключить, но он поставил защиту. В нас он видит. Уброси. Время на исходе. Это писал искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Он нас увидел. Он нас увидел. Он нас увидел. Это все из-за него. Так работает. Ладно, хват. Я думаю, нам пора заканчивать. Хватит с этих педалок. Я вижу наше будущее. Я не хотел тебя пугать. Время на исходе. Я не хотел тебя пугать. Я не хотел тебя пугать. Я не хотел тебя пугать. Он что-то написал перед уходом? Выключите телефоны. Выключите телефоны. Отключаем телефоны.